Новый порядок коммуникации между ведомствами, где когда-то работал чиновник либо сотрудник правоохранительных органов, и нынешним местом трудоустройства установлен совсем недавно, в конце января 2015-го. Закон призван ужесточить меры по противодействию коррупции. Законодательством предусмотрена обязанность работодателя, который заключил трудовой договор либо гражданско-правовой договор с работником, ранее являвшимся государственным служащим, предоставлять сведения бывшему работодателю данного работника. Причем следует учесть, что обязанность представления данных сведений действует в том случае, если в течение месяца трудовой договор заключена сумма, превышающая 100 тысяч рублей. Обмениваться информацией с предыдущим работодателем нынешний должен на протяжении двух лет. Законодатели таким образом ведут контроль над доходами бывших госслужащих и людей в погонах и могут получить косвенные подтверждения их причастности к различным коррупционным схемам. Работник, который ранее занимал определенную должность, он находился на государственной службе, в государственном аппарате, представлял лицо прежде всего государственного органа. И, соответственно, именно с данным человеком, с данным работником ассоциировалась работа всего государственного аппарата. Соответственно, законодатель решил необходимому удалить определенные коррупционные составляющие. Для этого необходимо, соответственно, отслеживать деятельность уже бывших работников государственных органов. При этом случае, если чиновник или сотрудник правоохранительных органов переходит на службу в другую госструктуру, работодателю никаких отчетов о зарплате отправлять не нужно.